Дорогой, я беременна. Что? С первым апреля тебя, любимый. Люся, ты чё? Ну так же до инфаркта довести можно. Как ты меня назвал? Какая я тебе, Люся? С первым апреля тебя, любимая. Первоапрельская шутка для американцев. А у вас весь президент белый. С первого апреля на всю оптику следует иметь лицензию как на составную часть оружия. Попали очкарики. Ради шутки в 57-м году новостная телекомпания BBC сообщила о необычайном урожае спагетти в Швейцарии из-за теплой зимы и необъяснимом исчезновении долгоносика. Кроме шквала звонков, где взять рассаду и как выращивать спагетти, последовало несколько тысяч с требованием дать опровержение, так как спагетти растут не вертикально, как показано в репортаже, а горизонтально. Но тупые? Гиммлер вызывает своего сотрудника. Назовите двузначное число. 45. А почему не 54? Потому что 45. Гиммлер пишет «характер нордический» и вызывает следующего. Назовите двузначное число. 28. А почему не 82? Можно, конечно, и 82, но лучше 28. Гиммлер пишет «характер близок к нордическому» и вызывает следующего. Назовите двузначное число. 33. А почему не А? Это вы, Штирлиц. Штирлиц и Пастор играют в гольф. В очередной раз промахнувшись, Штирлиц воскликнул. «Черт побери, опять промахнулся, Пастор. Не поминайте черта, а не то Бог вас накажет». В этот момент раздается гром, с небес вылетает молния и поражает Пастора. И голос с небес. «Черт побери, опять промахнулся». Мюллер. «Признайтесь, Штирлиц, что не отказались бы сейчас посидеть где-нибудь на берегу Волги с удочкой?» Штирлиц. «Не могу я сейчас в Россию, Группенфюрер, у меня парт-взносы за много лет не уплачены». Зайдя в свой кабинет, Мюллер был крайне удивлен, увидев там Штирлица, стоявшего рядом с сейфом. «Что вы здесь делаете, черт возьми?» – строго спросил он. «Жду трамвай», – невозмутимо ответил Штирлиц. Мюллер вышел из кабинета и, идя по коридору, неожиданно подумал. «Какой дьявол его разбери, может быть трамвай в моем кабинете?» Вернувшись в кабинет и не застав там Штирлица, Мюллер подумал. «Наверное, уже уехал». Идя по зданию гестапо, Штирлиц увидел, что по длинному коридору с искаженным лицом и выпученными глазами на него мчится Мюллер. «Пропал», – подумал Штирлиц. «Но Мюллер пробежал мимо, пронесло», – подумал Штирлиц. «Тебя бы так пронесло», – подумал Мюллер. Штирлиц, вы не знаете, какая сволочь на день рождения Бормана сдала рублями? В такие моменты Штирлиц больше всего на свете мечтал о таком пресс-секретаре, как Песков. Штирлиц играл в карты и проигрался. Но Штирлиц умел делать хорошую мину при плохой игре. Когда Штирлиц покинул компанию, мина сработала. Реалии коммунизма. На двери продуктового магазина объявление «Сегодня в сливочном масле потребности нет». «Изя, зачем вам столько денег? Мы же идем к коммунизму». «Зачем? Зачем?» «На обратную дорогу». Пассажир проходит мимо стюардессы и начинает дергать ручку кабины пилота. «Мужчина, вы куда? Как куда в туалет? Вы что, вправду думаете, что самолет летит вперед туалетом?» Немало атеистов сломалось в зоне турбулентности. «Стюардесса, почему от вас коньяком пахнет? Летать боюсь. Зачем же тогда такую профессию выбрали? Коньяк люблю». Во время войны обучили циркового медведя летать на истребителе. Летает, воюет, немцев сбивает. Медаль ему дали, потом орден. Вот война кончилась, оставили в полку служить его. Прошло несколько лет, вылетел медведь и пропал. Подняли ПСС и нашли самолет в поле, а в нем записка. Достали зачеты и построения. Ухожу в лес. Сидят две мышки. Одна другой. Вчера с таким мышонком на танцах познакомилась. У него такие глазки, такие усики, шерстка бархатная и крылышки кожаные за спиной. Вторая. Крылышки? Так это ж не топырь, да? Вот гад. А мне наврал, что летчик. Спор пилота с техником. У кого работа сложнее? Техник пилоту. Ты в цирке видел медведей на мотоцикле? Пилот. Ну видел. А ты видел, чтобы медведи эти мотоциклы ремонтировали? Пара ворон развлекается тем, что гадит на головы прохожим. Только ничего у них не получается. Мажут. Вдруг откуда ни возьмись, воробей. Дрись одному на голову. Попал. Дрись другому. Опять попал. Вороны. Эй, ты откуда такой меткий? Воробей. А вы кем в прошлой жизни были? Да бомберы мы. Ну, а я штурмовик. Аэропорт. Моросит мелкий дождь. Аэродромщик надел плащ. Взял косу. Пошел обкашивать огни на полосе. Тут як. 42 на вылет. Останавливается. Ждет разрешения. Аэродромщик, добрая душа. Положил косу на плечо, машет пассажиром. Пилоты передают на вышку. Вы ему скажите, чтобы хоть косу положил, пока у нас все пассажиры не повыпрыгивали. Стюардесса выходит в салон и говорит. Наш самолет совершает аварийную посадку и все должны пристегнуть ремни. Недавно был такой же случай и всех, кто не пристегнулся, размазало о стену. А можно вопрос? Что было с теми, кто пристегнут? Ничего, сидели как живые. Неопытная стюардесса входит в салон и официальным голосом объявляет. Уважаемые пассажиры, убедительная просьба пристегнуть ремни безопасности. Через несколько минут наш самолет взлетит на воздух. По легенде, когда умирал граф Шереметьев, он завещал назвать в его честь аэропорт. Родные в недоумении переспрашивали его. Какой еще аэропорт? На что Дмитрий Николаевич загадочно ответил. Оба. И все последующие терминалы. Обычный человек думает, что в килобайте тысячи байтов, а программист думает, что в километре тысяча двадцать четыре метра. Чичиков массово скупает заброшенные пользователями аккаунты, чтобы набрать подписчиков для своего. Далее он планирует выдать себя за популярного блогера. Люблю я женщин в теле. Как вижу, идет крупная женщина. Так и тянет к ней, так и тянет. Господин Ньютон. При всем уважении к вам и вашим научным заслугам мы не можем записать ваш новый физический закон в таком виде. Эх, чертовы ханжи. Ладно, пишите так. Чем больше масса, тем больше сила притяжения. После изучения на допинг мощей Александра Невского, Вада потребовала отдать победу на Чуцком озере утонувшим немецким рыцарем. Вада вскрыла Акрополь и отменила результаты первой Олимпиады. Если из российских гаишников собрать команду и послать на Олимпиаду, они стопроцентно возьмут золото. Ну не могут они не взять золото. Если есть Олимпиада по математике, то почему нет пара Олимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались бы их мужеством. Жена говорит. Ну когда ты наконец сводишь сына в зоопарк? Ему же задали писать сочинения о животных. Делать нечего, пришлось вести. На следующий день учительница спрашивает у Вовочки. Вовочка, мне непонятно одно предложение в твоем сочинении. Мой папа был очень рад, когда в зоопарке первой пришла лошадь, на которую он поставил пять к одному. Как вы планируете лечить этого парня? Будем закапывать. Капли. А вы оптимист? Доктор, я никак не могу сходить в туалет. Главное, оптимизм. Не можете в туалет, сходите в театр, на выставку. Доктор, как быстро убрать живот? Повернитесь спиной. А после операции я смогу быть папой? Сможете, но только римским. Мой ребенок проглотил ручку. Ничего, через пару дней сделаем операцию. А что делать сейчас? Пишите пока карандашом. Доктор, мой ребенок наелся песка. Я дала ему много воды. А что теперь? Следите, чтобы он не подходил к цементу.